Давайте вернемся. Который был дивасам авандхем курьят. Вот это вот авандхем небесплодным, это у нас синтаксически что получается? Это часть сказуемого или что это? Курьят дивасам авандхем. Совершенно не глупый вопрос, наоборот. Значит, дивасам... Я просто всех этих предикатов предикатах. Да, дивасам. Вообще, сейчас, следует сделать день, дивасам, дивасам курьят. У нас же слово дивасам вообще в среднем роде. Давайте проверим. Дивасам. Нет. Нет, нет, в том-то и дело. Слово дивасам мужского рода. Поэтому дивасам так, так, значит, мы должны сделать день, сделать день авандхем, сделать день небесплодным, да, безупречным, небесплодным. то есть, день у нас прямой, значит, дивасам, да, это кам дивасам, то есть, у нас здесь действительно конструкция безличная, да, день у нас является прямым дополнением, авандем, и авандем. Ну, авандем, я бы сказал, это, как бы это сказать, это конструкция с двойным аккузативом, но авандем здесь является тоже предикативом. вот я сейчас пока еще для себя не очень хорошо сам понимаю, как разделить, есть категории разные, есть вот предикативы, есть непосредственные предикативы, есть вот вторичные предикативы, вот это вот некая, я бы сказал, тоже такая вот конструкция, где авандем является следует день делать авандем, я бы сказал, что это предикатив, только он стоит, как бы сказать, в клаузе, ну, или в конструкции с прямым дополнением, что синтаксически является двойным аккузативом, да, демасам авандем, курьят, да, следует делать день каким авандем, да, то есть это прямое, то есть по сути дела это прямое, демасам является прямое дополнение авандем, что-то вроде предикатива, надо будет подумать, хорошо, что вы задали этот вопрос, но я вот, я вот пока его для себя не разрешил, во всяком случае, это вот конструкция с двойным, так называемым, двойным аккузативом, спасибо, чтобы сделать так, чтобы день так, чтобы был авандем, авандем, а не бесплодный, да, как-то так, следует делать, да, следует сделать день не бесплодным, в общем, дословно так и можно перевести, но только с поправкой на то, что по-русски, в орудном подвижении это переводим, да, то есть предикатив по-русски, часто, я работаю в школе учителем, а дева дата работает в школе учитель, да, то же самое соответствие будет в, в, то, что в русском инструментальном подвеже, или творительный подвеж, так сказать, он может быть. А можно про герундив вопрос? Да. Герундив разбирали только что. Меня почему-то всегда в голове он ассоциируется с английским вот этим модальным глаголом Буд, который тоже может быть с оттенком должествования, а может быть и не должествования, как-то так. Нет, да, но это модальность, да, модальность широко развита в аналитических языках. Санскрит – это язык синтетический, то есть я бы, я бы не сказал, что здесь вот есть такое явление, как, ну, по крайней мере, вот так модальные глаголы. Здесь модальность, она скорее она является частью, я бы сказал, вот залогов, да, то есть потенциалис или аптатив, да, да, хотя, ну да, хотя есть, конечно, модальные слова, типа над вам шоучи ты мар, хаси ты не должен печалиться, вот, ну, как бы вот в таком ярко выраженном виде, как в английском языке или в каких-то других, или в немецком, допустим. Ну, меня навеяло просто вот это мама не йога сья, чарча твоя, на картавья. Да, я бы сказал, это просто, ну, вот ты не должен, тебе не следует делать. Можно ли это назвать модальностью? Ну, я не знаю, я, честно говоря, я не читал. Вопрос мой такой, мне кажется, что он иногда выражает пожелания, а иногда требования, ну, как бы может в зависимости от ситуации варьировать. От ситуации, она может быть насчет пожелания, нет, она, значит, две, ну, во всяком случае, меня так всегда учили, что две возможности, либо долженствование, то есть непременно, либо возможность, вот где-то между этими двумями, экстремальными, так сказать, это вот две границы, да, то есть, конечно, вот в этих, на самом деле, очень простеньких примерах, здесь скорее, долженствование, да, ракшитавья, атаку, да, то есть, твоя, да, ты должен защищать аскетов, да, но ты можешь защищать, ну, скорее всего, да, это скорее всего долженствование, то есть, поэтому его, я бы, честно говоря, не знаю, как его можно по-другому и имеет ли смысл его переводить по-другому, нежели императив, вот, но, например, в философских текстах часто, часто это действительно, по моим наблюдениям, это возможность, да, это не долженствование, это вот, что можно так вот сделать, как-то так, но это надо смотреть просто в конкретные, конкретные, конкретные тексты, да, насчет модальности, вот не знаю, я, честно говоря, не думал насчет модальности, потому что, модальность, вернее так, модальность в санскрите, она будет вот выражена в модусах, а что такое модус? Модус – это наклонение, да, то есть, модальность выражается в наклонении, в желательном наклонении, аптативе, ну, помимо тех случаев, где аптатив, он то же самое, что в альбум симплекс, или что просто, что обычное изъявительное наклонение, то есть, нету какого-то специфического аптативного значения, это в строфах чаще, очень часто, да, ну вот, усиленным бывает, аптатив явным совершенно, аптатив именно виды линии, то есть, аптатив предписания, именно вот в каких-то строфах, типа, манус мритей, ну, вообще в дхарма-шастрах, вообще в дхармической литературе, да, там, где действительно вот следует то-то, 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 то-то делать, да, либо его в некоторых случаях можно переводить таким вот, просто близким, как бы, будущим временем, имеет смысл. Да, мы как раз вот сейчас говорим про аптатив, девасам авандем курят, я здесь взял пример, да, день, который следует делать, следует проводить пользу, день, который, да, вот, если желательное наклонение, если мы прямо так очень хотим, очень точно постараться перевести, день желательно проводить с пользой, как, вероятно, как такой, ну, один из возможных переводов, да, может быть, не следует, а желательно, вот, может быть, вот этот вот третий вариант перевода, он такой наиболее точный, отвечает аптативу, да, да, здесь я написал, что в строфах техотворных он, в общем, часто не отличаются ничем, так, от изъявительного наклонения, тот, кто из желания блага для хозяина, занимается заботами, так, парадикара чарчам, ях курят, свами гитет чая, савишидаты чит карат, гардабхастарит о ядха, да, это тоже из хитопадэши, это шлока, парадикара чарчам, ях курят, свами гитет чая, савишидаты чит карат, гардабхастарит о ядха, ну, мы видим, что здесь яха, са, да, левая часть, в левой части, и правая часть, са, в правой части, то есть тот, который, который делает, дословно, парадикара чарчам, опять же, нам уже встречалось, да, тот, который занимается делом, делами, заботами, дословно, лежащими в ведении другого, да, значит, свами хитет чая, дословно, и чая, от и чая, инструменталис, да, из желания хита, пользы для свами, свами, да, для свами не, хитая, да, можно сказать, или свами не, да, и чая, здесь, из желания хитася, да, свами не гитася, и чая, вот так можно пересказать на санскрите, из желания пользы для хозяина, он такой человек, вишидаты, да, он падает духом, отчаивается, да, сад, ви, сад, вишидаты, читкарат, гардабхаста, дитой, он отчаивается, гардабхах, ядха, ядха гардабхах, подобно ослу, который был таритага, который был побит, читкарат, из-за своего, ну, как там, аслиного крика, да, кто бы мог быть, вот может быть хороший перевод, кто бы мог быть, кто бы мог быть, с некоторым оттенком, то есть возможности, да, и неуверенности, этот вот высокий молодой человек, так, и, наверное, можно приступить к продолжению, разбора предложений, да, это мы тогда все отложим, я думаю, так вот можно будет какие-то, какие-то нюансы освещать, в дальнейшем, вот отдельные нюансы теории, ну, сейчас мы переходим конкретно к практике, уже конкретному разу, мне кажется, что мы не трогали шестое предложение, мы не трогали шестое, так, сейчас, мы до пятого, здесь может быть вот шестой номер, или вот скажем так, это номера, потому что в одном номере может быть целая шлока, да, а в шлоке может быть несколько предложений, или два, три предложения, или одно просто, поэтому шестой номер, да, ну, кто хочет, нас ирина кажется еще никогда ничего не говорил здесь есть герундив милитва ну и в принципе все подлежащие сказано у нас са абхи шикта все понимают са абхи шикта да что такое са это сайта никто он этот он некий этот этот не просто этот но вот о котором только что речному собственно здесь правильно здесь текст практически без с очень небольшими иногда изменениями да то есть вот этот то есть он абхи шикта давайте я это называю так условно каркасом предложения подлежащие сказуемое и вот вы сказали совершенно верно и надо милитва это важно абсолютная конструкция са абхи шикта как вы переведете он был коронован это апхи шикта часть предсказуемого ну это если так вот по смыслу да дословно что такое абхи шикта по форме это причастие прошедшего времени апхи шикта от апхи шикта это 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 я забыла а откуда появляется вот абхи шикта откуда это и вдруг кто мне может объяснить кроме ирина может быть кто-нибудь еще или ирина вы скажите вы знаете я пока что появляется а абхи ш почему s переходит в ш так а что это такое лингвисты среди войны если есть лингвисты я сам правда не лингвист почему почему так что это за правило такое знаменитые да правило педерсон или правило руки руки это с рукой рукой не имеет ничего общего да это такое вот техническое название руки не руки а руки Да, или это называется, вот в лингвистике называется правилом Педерсона, то есть церебрализация после И, У, С, например, превращается в ШАМ. Да, это закон правила или закон Педерсона, вы можете, был датский такой лингвист, можете посмотреть, погуглить, по-моему, в гугле даже, что там есть, какая-то статья на русском языке. Да, во всяком случае, так вот, аби-сич, аби-шик-тага, да, и что это значит, аби-шик-тага? Совсем дословно, да, потому что совсем дословно, значит, не короновано, да, что это значит? Освященно, освященно. Каким образом освященно? Ну, как синч, это корень окропления. Да, 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 окроплением, да, 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 то есть по брызгам дословно, да, да, ну или так вот более, может быть, близко даже, скажем, к библейскому пониманию, почти что помазан, да, но только помазывают, так сказать, библейских царей помазывали елеем, а здесь вот короновали индийских раджи, царей, да, с помощью, ну, вот, абишейка, раджа абишейка. Главное, не пытаться однокорневым русским словом перевести. Да, это довольно, ну, довольно-довольно трудно, я бы сказал... Нет, это не трудно, но нежелательно. Ну, иногда, нет, иногда бывает, что и выходит. В данном случае, конечно, в данном случае я бы сказал, что это трудно или, наверное, невозможно, да, поэтому аби-шик-тага, либо он был посвящен, либо помазан, или коронован, да, вот кому что нравится. Здесь уже, так сказать, мы покидаем, я думаю, что поле науки, уже здесь говорим о предпочтениях. Отлично, он, то есть раджа хангса, он был коронован или он был посвящен, да, и он был посвящен, да, и дальше как мы это конструируем? Он был посвящен пакшираджи, я поняла, да, как царем птиц, это таткуруша пакшинараджи. Пакшинараджи, да, конструируется с локативом, да, бешик-тага, конструируется с локативом, дословно, посвящен в царе птиц, да, вот если посвящен или коронован в царе птиц. Так вот можно локатив, наверное, как-то сымитировать в русском переводе, да, или коронован царем птиц, тоже так можно. Так, а что такое пакшинамраджи, пакшираджи, что это за… Пакшираджи, пакшираджи, да, да, а что такое за слово раджи, что такое за слово раджи, что это за образование такое? Это коварный вопрос. Это не коварный, я же не спрашиваю какой там технический там что, с точки зрения панини, но вот так вот, в общем и целом. Ну, что это? Кто знает? Ну, что-то, относящееся к раджи, прилагательное, образованное от слова раджи. В случае это не прилагательное, раджиом это… Ну, это… Да, ну, как это называется, такое тип образования? Кто-нибудь знает? Очень важный тип образования, я знаю, что Тривит Краманджи это знает наверняка. Это… Так… Это вредхированное какое-то, что ли, да? Да, обычно говорят, да, у нас в университете всегда говорят это вредхиаплайтум, то есть вредхирование. Ну, по сути дела, это, конечно, только полуправ, да, да, потому что там, как правило, с вредхированием действительно, но помимо этого там добавляются разного рода суффиксы. То есть технически это образование называется тандхита, да, тадхита, образование типа тандхита, это есть вторичное именно образование в санскрите. Только разве не наоборот, разве не суффикс требует вредхи? Это же не вредхи требует суффикса, а суффикс требует… Конечно, конечно, это целый тип образования, но у нас почему-то, я не знаю, в университете просто называется вредиаплайтом, там суффикс добавляется, он там требует вреди, то есть там целый комплекс операций, как все это у Панини, все на алгоритмы разбито. В общем, этот класс называется таддито, то же самое, что, допустим, Бхарата, Путра-Паутра и так далее, от Крышна будет что-нибудь, наверное, Карцня, а нет, от Крыцна будет Карцня и так далее. Это огромный класс образований, которые противопоставляются каким? Образованием Крыт, прямым от глагольным образованием, образованием с помощью суффиксов Крыт. Вот, кстати говоря, так называемые герундивы, это как раз образование Крыта. У Залезняка они идут как от именные прилагательные, я часто… Это таддито, да? Таддито. Проблема с таддито в том, что это не… Конкретные суффиксы, конкретные суффиксы типа я, он от именной прилагательное отдает. Да-да, но они не всегда прилагательные. Но они в дальнейшем уже субстантивируются в существительные. Ну, можно, да. Но изначально, собственно, они прилагательные. Да, можно это так рассматривать, конечно. Да, здесь всегда немножко зависит точка зрения от того, в общем-то… Кто смотрит? Нет, даже, ну, я бы сказал, никто. Да, индийский или европейский. Очки через индийской традиции или через очки, так сказать, европейской лингвистики. Ну, скажем так, лингвистики вот в таком, по умолчанию, да, европейской. Да, я как-то для себя это стараюсь. Ну, насколько мне это доступно осмыслять, в общем-то, и в одном, и в другом ключе. Это интересно сопоставлять. Тут бывают проблемы сопоставления. Ну, это уже, так сказать, для любителей вот цимиса, да, лингвистического. Хорошо, так, и что мы дальше делаем, Ирина? И дальше у нас осталось «сарвайр джала чара пакшибир». «Сарвайр» – это инструменталис множественного числа всеми, и джала чара пакшибир – это тоже инструменталис множественного числа всеми водоплавающими птицами. Да, ну, что ж теперь всеми водоплавающими птицами, и что мы теперь делаем? Да, Милитва. После того, как… Это абсолютип, от корня «мил», после того, как… Ну, они встретились, или после собрания можно так как-то вот… После того, как они собрались, встретились. Да, ну, куда мы вот этот инструменталис, вот, скажем так, эту конструкцию с инструменталисом множественного числа, куда мы ее отнесем? Вот этот «раджа хамса», он был посвящен всеми водоплавающими птицам. Да, он был, опиши, «сарвайр джала чара пакшибир». Так, теперь немножечко вот джала чара пакшин. Давайте рассмотрим, что это у нас такое за композит. Джала чара пакшин. Вот так. Это кэрмадхара джала чара пакшин. Да, это пакшин. Ну, скажем, мы его, так сказать, чисто теоретически рассматриваем, да, вне того, что он здесь в инструменталисе во множественном числе. Да. А джала чара… В которой есть джала чара и джала чара что такое? И джала чара – это упапада, чар плавающий. Ну, как… От корня чара. Да, как бы вы эту упападу… Все понимают, что такое упапада. Упапада – татпуруша, да? Мы говорили, что это особый вид татпуруши. Ирина, можете охарактеризовать упападу? Чем отличаю? Вот в чем особенность упапада? Потому что используется… Вот эта чара, она больше не используется в такой форме нигде, кроме композита. Ну, в основном есть, конечно… Да, да. В композитах – это, опять же, образование типа крыт, то есть первичное глагольное образование, от чар… Чара ты, да. Чара. Но отдельного слова чара, то есть… Что значит чара? Движущийся. Движущийся, двигающийся, да, движущийся в воде, да. Да, что мы можем, как бы сказать, по смыслу передать, как водоплавающий, да, джалачара. Да, джали… Да, и как вы думаете… Джали чаранти. Джали чаранти, да, джали чаранти, джалачара. Да, джали чаранти, совершенно верно, да. В Пападе важно, чтобы глагольный корень прям был. Да. Не корень, а крыт образование от корня. Он может фактически совпадать, вроде как бхашья крыт, да, или бхашья кара, да, он может совпадать с корнем, но это все равно, это будет не корень, а вот это крыт образование. Ну да, там иногда тоже ва краткую или добавляют, наоборот. Да, там крыт или хан, допустим, врытра хан, врытра га, да, убийца врытра, то есть индра, да, или бхашья крыт. Ну, составитель бхашья, составитель комментария, да, но это все равно в данном случае, это не является, так сказать, глагольными корнями, это является отглагольными крыт образованиями, да. Хотя вот в данном случае, ну вот, бхашья крыт, это, так сказать, очень похоже по внешнему виду на… Ну, я имел в виду, что прям непосредственно корень берем и вот как он есть. Образуется от корня, да, да, образуется от корня, но я бы сказал, для тех, кто пока не владеет инструментарием панини, я думаю, таких большинство среди нас, то лучше их, конечно, не пытаться образовывать, ну, как бы вот от любого глагола, а просто посмотреть в словаре, вот какие в ходу, да, имеются, так сказать, уже слова. Они обычно даются просто как инфине композиту, да, и, ф, ц, у, мунивилимса, да, так, так, значит, как бы мы могли, Ирина, теперь перевести это предложение на нормальный русский язык? Не знаю, как на нормальный, но попробую. Давайте сначала, сначала вот на такой дословный, на условный, я бы сказал, условный перевод, условный вспомогательный, может быть, условный, хорошо, условный перевод, да, так. И этот, Раджа Ханса, и этот был всеми водоплавающими птицами посвящен царе птиц после того, как они собрались. Да, после или после встречи, да, после того, как они встретились, после того, как они, можно взять в скобочки, да, Ну, и теперь, как бы вы это на более гладкий русский язык, на более гладким языком передали. Ну, и он был посвящен царе птиц всеми водоплавающими птицами после встречи. После их встречи, да. И он, то есть, ну, Раджа Ханса, между прочим, в Бёртлинге я посмотрел, Раджа Ханса переводится как swan, a kind of swan, ну, вернее, на немецкий, eine Art Schwann, то есть, как некий лебедь или гусь, да, то есть, это вопрос, конечно, кто это фламинго, или вопрос открытый из прошлого раза, да, но на самом деле, может быть, не так важно, да, это Раджа Ханса, и он был посвящен всеми, и он был посвящен в царе всеми водоплавающими птицами после их встречи. Ну, звучит нормально, да. Это не значит, что это один единственный правильный перевод, ну, вот где-то надо стремиться вот к какому-то, я бы сказал, к какому-то гладкому выражению. Большое спасибо, Ирина, да. Какие-то вопросы есть у кого-то еще? Да, можно? Да, пожалуйста. А вот как мы поняли, что вот это вот сарваир джаля чарапакшабиир, оно относится именно к слову абхикшитта, а не к слову мелитва? То есть, можно же было бы как бы перевести, что встретившись с... Да, 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 это было, я бы сказал это, я тоже об этом как раз думал, то есть, в начале я бы, то есть, у меня была такая версия, да, встретившись со всеми, да. Да, водоплавающими птицами, то есть, вариант такой-то уже есть, да. Да, после встречи со всеми, может быть, я сейчас так вот думаю, это был мой изначально, я за Ириной последовал, в принципе, после встречи, после их встречи он был посвящен птицами, да, в цари, или после встречи со всеми водоплавающими птицами он был посвящен в цари птиц, да, или на царство был поставлен на царство птиц. То есть, я бы сказал, что... А он требует какого-то дополнения? Ну, здесь нет, между прочим, вот абсолютивы, они не требуют, как бы сказать, помните в русской классике, у кого это, у Чехова, подъезжая к какому-то там, не знаю, вокзалу, у меня слетела шляпа, да, ну, как образец неправильный. Подъезжая к балагому, у меня слетела шляпа, да, потому что в русском языке деепричастные обороты или деепричастие, они так вот более четко привязаны к... Да, шляпа могла слететь, подъезжая к балагому, то есть не шляпа, шляпа как будто бы из этого можно понять, она слетела после того, как шляпа подъезжала к балагому, да, в поезде. Но в санскрите эта абсолютивная конструкция, вообще абсолютив, он такой, я бы сказал, он такой pendence, абсолютивус pendence, то есть в нем мыслимы такие конструкции, подъезжая к балагому, у меня слетела шляпа, то есть после того, как я подъезжал к балагому, у меня слетела шляпа. Вот. В этом разница с деепричастными русскими конструкциями. Я сейчас не могу так вот сходу, спонтанно, это с управлением, да, связано с глагольным, но это вот пусть лингвисты это объяснят. Во всяком случае, во всяком случае, мелитва здесь, я бы сказал, пошло бы и так, и так, и сяк. Здесь немножечко открыто для интерпретации. Хорошо, еще вопросы, все ясно. Первое, второе слово слитно. Это где? Сача, Сарвай. Это вопрос был по поводу того, что вы поправку делали на девятнадцатое предложение в начале занятия. Там все слитно, да. Агатчатаасма дейшу, да, там будет слитно. Ну, мы об этом еще, когда подойдем, скажем. Так, следующее предложение, кто хочет? Эй-ка, да, шоу. Тарас, наверное, хочет. Ка-ит-четы. Желаете? Девика, Маджи. Ам, ам, ам. Я. Да. Я просто не... Седьмой, номер, номер семь. Хорошо. Так, седьмое. Эй-ка-да-асау, ра-джа-хамсаха, сувистирна камала парьянке, сукха-синаха паривара парибритас тиштхати. Да. Эй-ка-да-асау. Эй-ка-да-асау, ра-джа-хамсаха, сувистирна камала парьянке, сукха-синаха паривара парибритас тиштхати. Отлично. Так, что? Где вы предлагаете начать? Такое немножечко. Ну, определить подлежащее сказуемое. Кто и что делает? Да, значит, у нас есть АСАУ, то есть этот самый. Да, ну, как раз это не этот самый. Что такое АСАУ? Нет, да, АСАУ это, сейчас я забыл точно, АСАУ у нас происходит. Нет, 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 это как раз не АЯМ, да? Это тот, который там где-то, по-моему. Да, да, АСАУ это тот, который там где-то. Это третий дейксис, который далеко, совершенно далеко и от меня от моего собеседника, АСАУ. Он тот, он тот. Этот был бы ИДАМ или АЯМ, ИДАМ. Да, да. АСАУ это вот тот. Тот можно перевести. АСАУ это от какого? Протипадика здесь какая, я забыл. АСАУ. АДАС. АДАС, ААМ. Ага. АСАУ. То есть АСАУ РАДЖАХАМСАХАМ. То есть вот этот тот самый лебедь РАДЖАХАМСАХА. Да, вон тот РАДЖАХАМСАХА. Вот этот лебедь. Лебедь царь, если кто-то поточнив. Да, лебедь царь, РАДЖАХАМСАХА. Сувестирна Камала Парьянке Сукхасинага Паривара Парибритага Да, понятно Сувестирна Камала Парьянке Значит, это Сукхасинага Значит, Сукхасинага Слово, давайте дальше посмотрим Это Так, я сейчас Пузо так до сих пор не запомню Может быть, лучше начать с финитного Извините, да, лучше начать с финитного глагола Что у нас здесь, финитный глагол? А, тиштати, да, да, совершенно верно Я хотела То есть Кага тиштати Асаура джахамса га тиштати Да, совершенно верно Кага утра тиштати Извините, лучше Лучше начнем Вот с этих вот Тиштати, в каком смысле Что такое тиштати? Скажем так Тиштати Находится, пребывает Да, находится, пребывает Находится, пребывает Асаура джаха тихо Да, и что здесь Является ли это Тиштати здесь Самостоятельным глаголом? Или это какая-то часть сказуемого? Ну, раджахамса га тиштати Да, он пребывает Он пребывает, он находится Ну, все Вот выражение Смысл ли в том, что он находится Либо в том, что он находится В каких-то В каком-то особом состоянии Да, или Он просто здесь находится Нет, нет Он сукха синага тиштати И более того Он паривара Паривриттата А, да В этом смысле Да, что Да, тиштати У нас тиштати Простите, да У нас тиштати является Вспомогательным глаголом А сукха синага И паривара Паривриттата Это является предикативами Предикативы, да Да, да, да То есть Саха Кидришага Сукха синага А пича Паривара Паривриттата Тиштати Эша Асаураджахам Саха Да Да, да, да Да Ну, сукха синага Теперь Да Мы определяем Что это предикативно Я прошу прощения Я не для вас повторяю Вот для, так сказать Для общества Для самга Всем понятно, да Что мы сейчас делаем Да Мы определяем Что Асаураджахам Саха Да Асаур Это От Адас Да Это вот Указательное местоимение Дальнего Дейксиса Да Вон тот Ну, в данном случае Да Можно просто сказать Тот Или этот даже По-моему Этот можно сказать Ну, вон тот Раджахам Саха Вот тот Лебедь-царь Прибывает Сукха-синага Паривара Париврита Да То есть Мы вот определили Эту вот основную Структуру Предложений То есть Это простое Предложение Ну, и у нас Здесь есть еще Место некое Да В локативе Да Вот Прежде чем Переводить Мы должны Это все Очень четко Понять Теперь давайте Рассмотрим Эти композиты Сукха-синага Да Прошу заметить Я об этом писал В сегодняшнем Посте Четко Различать Когда мы говорим Сукха-синага И паривара Париврита Это Суть композиты Такие-то Такие-то Сейчас определим Какие-то композиты Это уровень Морфологического Анализа Когда мы говорим Что Сукха-синага И паривара Париврита Это предикативы Которым Ты что ты Является Вспомогательным Глаголом Это вот уже Уровень Синтаксического Анализа Никогда их Не путайте И не говорите Что вот Когда мы Анализируем синтаксически, вы можете сказать, что нечто является определением, когда вы говорили, ну или атрибутом, если желаю. Синтаксически, да, определение либо атрибут, но не прилагательное, потому что если нечто является прилагательным или причастием, это уровень не синтаксического, а морфологического анализа. Все понимают, в чем разница. Очень хорошо. Так, все красиво. А, Грей, сукхасинага, то есть есть сукхам, сукха и асинага. Асинага, это у нас значит будет субантом. Подождите, давайте, я прошу прощения, что я вас перерываю, я думаю, что большинство из слушателей не знают, что такое субанта или тинанта, или креданта, да, это немножко будет сложно. Скажем так, это ну, говоря... Существительное просто, да? Асина, ну, не совсем, нет. Это не существительное. Это, кстати говоря, это не субанта. Кстати говоря, это ктанта, да, начнем с того. Асина это ктанта, да? Да. То есть, так, у нас, говоря по-русски, что? Что такое ктанта? Подчастие. Подчастие? Подчастие какое сейчас это точно сказать? Какого времени? Прошедшего. Прошедшего времени. Активное или пассивное? Пассивное. Чаще всего. Вот в данном случае нет, да? В данном случае нет, поэтому в данном случае она как раз активная. Почему оно активное, да? Ну, так же, как активным является, допустим, причастие гатаха, или самага, или там дхавата, дхавита. Да? С глаголами движения оно является как раз активным, да? Поэтому название PPP или PPP, Partity Pumperfective Passive, имитирующее латинскую грамматику, оно очень широко распространено, это название PPP там или PPP по-английски. Ну, в данном случае оно как раз последнее P следует заменить на A, PPA, да? Оно является. Так, что значит? От чего это? Асин, ага. От ас, корень ас. Ас, корень, я только что его нашел, это ас уповещане в виде амана ям, то есть значение пребывать, находиться, сидеть. Да, значение просто сидеть, да, и с префиксом, да? Да. Асин, ага, да, асин, ага. И суха, как вы это соедините? Я думаю, что здесь суха, раджахам саха, сухашча, асин, ага. То есть он как бы сидит и счастлив. Я думаю, что он сукам или сукейна, асин, ага. Удобно. А, то есть через А. Он удобно сидит, да. Ну, счастье в такой, немножко в приземлезном форме. То есть вот он удобно сидит, да. А, да, да. Он сидевший, он находится удобно сидевшим, да? Вот это вот, если дословно воспроизводится, сукка асинага тиштаты. Это пока дословно, да? Мы оставляем дословно. И второй предикатив. Паривара паривриттас. Паривара паривриттага. Паривриттага тиштати. Да, это значит париварам. Я прошу прощения, вы неправильно, вы начинаете. Ну да, оно может быть с точки зрения индийской традиции, поскольку, когда делается самаса в играх, она, конечно, делается слева направо. Но мы давайте, мы привыкли, нам лучше вот на других языках, кроме санскрита, переводить все-таки справа, разбирать справа налево, да? Поэтому мы, как я уже говорил в нашем курсе по самасам, да, поэтому лучше паривриттага. Начнем с паривриттага, да. То есть паривриттага у нас здесь есть, это получается тоже у нас ктанта, причастие. Причастие, ну так называемое. Ну, условно-пассивное причастие в прошедшее время. Паривриттага – это от врыд до того, корень врыд, плюс у пасарга пари. Корень какой, как вы назвали? Врыд. Врыд. Вартатэ. А нет, он не вартатэ, нет-нет-нет. Врыд врыноуты, это который врыноуты. А, это врыноута. А, да, это корень врыд. Покрывать. Да, покрывать, окружать. Покрывать, окружать, да. То есть что значит паривриттага? А значит… Окружен. Окружен, да. Покрытый, дословно, совсем дословно покрытый, окруженный. И вот дальше у нас паривара. Почему? Подождите, где здесь Бахуврихи? Все понимают суть вопроса. Вопрос в том, что это Татхуруша или Бахуврихи? Я так сказать, как голос за кадром Капеляна. Таразди сказал, что это Бахуврихи. Кто захочет возразить? Чтобы у нас маленькая вивада была грамматическая. Все-таки, что же здесь такое? Я думаю, что этот Татхуруша, париврита, не относится к чему-то извне. Да, да. Он сам окружен, является окруженным париварой. А паривара? Паривара, что это? Паривара – это род, семья, своими родственниками. Да, родственниками, окружением, да. Он окружением, свитами, сопровождением. А, паривара – это как свит, тогда кто-то сказал, хорошее тоже. Свитом, да. Но между прочим, и слово паривара, и слово париврита, в общем, если проследить глагольный корень, то один и тот же. То есть, если совсем дословно это переводить, это будет почти что фигура этимологика, этимологическая фигура, окруженная окружением. Ну, вопрос, стоит ли так вот совсем дословно переводить. Да, окруженный своей свитой. Так, всем поняли, да? Паривара, париврита, да? ППП, париварина, да? Тритет от поры, шо? Можно вопрос по этой соматике? Пожалуйста. А почему все-таки не баху брихи? Ведь главное слово не окруженный, а главное слово он, который прибывает. Да, да, да. Но вы можете, это может быть и она. Да, паривара, паривриттага вы можете понимать вне того, кто это, да? Он просто, вот он окружен кем-то. Он окруженный. Не у него есть окружение, а он вот сам окружен. Это обычная татпуруша, ну, которая заканчивает. Главное слово здесь как раз паривриттага, а не он. Понятно, Татьяна, да? Или все-таки у вас некий Сан-Дейша еще имеется, Сан-Шея? Да, но я подумала о самом-то смысле. Нет, он должен был бы быть, он, это, скажем, прилагательный, да? Вот красная шапочка, она, вот она, девочка, красная шапочка. Или, допустим, он, мальчик по имени Красный или по прозвищу Красная Шапочка. Это тот мальчик, красная шапочка, у которого, шапочка которого красная. А он красношапочный. Красношапочный. Вот он просто какой? Красношапочный. Перелагательный. Но не Багуврии. То есть вроде бы похоже красношапочный. Красношапочный мальчик, либо мальчик красная шапочка. Мальчик, у которого красная шапочка. А он здесь, если бы тогда, если бы это было паривара, париврыттага, ну Багуврии здесь было бы что-нибудь типа париврыта, париварага там. И тогда вот. Тогда это надо было как-то совершенно по-другому конституировать. Прилагательное оставило бы на первом месте? Ну да, да. У Багуврии. Париврыта, париварага. Допустим, париврыта, париварага. Ну хорошо, давайте. Давайте, раз уж так вопрос зашел, давайте это разберем. Вот париврыта, париврыта, париварага. Ну допустим, ювака. Ну молодой человек. Или там париврыта, париварага. О, вот возьмем это вот слово в среднем роде. Митрам. Друг. Да. Париврыта, париварага, митрам. Это друг. Да, значит вот. Пожалуйста, Татьяна, давайте разберем это именно как пример Багуврии. Париврыта, париварага, митрам. Париврыта, париварага, митрам. Да. А тот, у которого есть свита вокруг? Тот, нет. Тот свита, которого была окружена кем-то. Не знаю, кем-то. Тот свита, которого есть париврыттам. Значит, париврыттага, париварага, яся, тат, митрам. Это все понятно? Тривика, Маджи. Вам понятно? Да. Угу. С паштами это. Всем понятно? Да. А вот поскольку у нас это паривара, париврыттага, просто, значит, окруженный свитой. Просто Татпурши, Татпурши не обязан быть существительным, да, композит Татпурши. Может быть, прилагательным, да. Очень часто Татпурши оканчивается вот на, как раз, знаете, на ктанте, да, на так называемые. Ну, то есть, ктанте – это вполне техническое название, а ППП – это такое условное название, да. Да. Так, и теперь, что нам еще осталось? Да. Тарас, пожалуйста. Субистирна Камала Парьянки. То есть, утра. То есть, где? То есть, обстоятельства, места, можно сказать, да? Можно так сказать, да-да-да. Да, или что это будет с точки зрения, с точки зрения, ну, индийского синтаксиса, скажем так? Сейчас. Какая карака? Помните, да, мы с вами немножко говорили о караках? Ну, так, конечно, в первом приближении. Какая карака? Сколько карак всего? Тарас Чей? Шат. Шат каракани. Каракани шат, да. Да, 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 да. Это какая будет карака? Адихикаранам. 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 Локус, да? Да. Очень хорошо. Да, по-русски это можно сказать, наверное, обстоятельства, места, да. Угу. Да. Так. Прошу. Субистирна Камала Парьянки. Камала. Субистирна Камала. Не тяните там, где краткий. Субистирна Камала Парьянки. Субистирна Камала Парьянки. То есть у нас есть Камала Парьянки. Кидри, то есть какова... Постарайтесь, может быть, не... Сначала давайте вот идем по нашему пути. Я прошу прощения. Я понимаю, что вы привыкли немножечко к, так сказать, более традиционному такому методу. Мы просто отрезаем, нарезаем по кусочкам. Парьянки. Да, что такое Парьянка? Парьянка. Парьянка – это обычно ложа, кровать. Да. Или трон, да. Трон, да. Обычно ложа, кровать чаще всего. Да, да, да. Да, это все верно, да. То есть Парьянка. И у нас есть слово Камала. Ну, Камала – это лотос. Падма. И так далее. Камала. То есть мы понимаем из этого, что это Камалам парьянкам. То есть это лотосоподобная ложа. Да, вопрос, конечно, интересный. Ложа, которая есть лотос, лотосная ложа. Я бы сказал, что это Камалам ива… Так, я прошу прощения. Может быть, как лотос, как трон. Ну, лотос в качестве… Трон, трон, да, да. Парьянка. Я просто Парьянка не помню наизусть. Средний. Нет, мужской все равно, да. Мужской род. Ну, то есть я бы сказал, что это Камалам ива Парьянка. Лотосоподобная ложа или трон. Ну, то есть так вот для простоты, я думаю, что вполне можно перевести, как лотосный трон. Лотос. То есть это Кармадгарая, да, будет? Да, я бы сказал, что Кармадгарая, да. Какая-нибудь типа Упамея Кармадгарая, вот сравнение. А, да, да. Камалам ива Парьянка. Да, значит, лотос-трон, трон-лотос или лужа, да, сиденье подобное лотосу и сувестирна. Сувестирна, да, есть еще, то есть определяемое к этому, значит, трону, какой же он все-таки еще. То есть он сувестирна. Вестирна – это у нас от три дгату. То есть, значит… Дгату от три вы просто производите. Нет, а на самом деле от стры. Стры. А, стры. Ви-стры. Ви-стры. А, ви-стара, ви-стара от этого. Ви-стара, да-да-да-да-да. Ви-стры, да? Как угодно, да? То есть даже две, по сути. Су-ви. Су-ви-стирна. Да. А что значит суш? Суш-тху. Очень. Суш-тху, да. Суш-тху, значит, хорошим образом, да? Вот должным, должным образом. Вестирна. Что значит вестирна? Вестирна, значит, вытянутый или удлинённый какой-то? Вот я что-то такое… Да-да-да-да-да. Вестирна, растянутый. Совсем не так, словно широко. Растянутый, хорошо растянутый. То есть, очень обширный. Ну, если говорить су, то это технически всё-таки не у пасарга, это гатти. Поэтому су-ви-стирна является гатти-тху-роша. А. Ой, пардон, пардон, пардон. Пради, пради, пради. Да, это пради. А, пради, пради. Это пра-ачарья, прага-ти, прага-та-ачарья. Да-да-да. Вот это можно сказать. Ну, во всяком случае, очень су, можно его куда угодно привешивать. Это будет то, что имеет вот префиксом, по-русскому словам, скажем, префикс или приставка. Везде, где висит су, это значит, некто, кто-то хороший. Су-пу-руша, хороший человек. Су-ачарья, сва-ачарья, значит, хороший учитель и так далее. Да, очень часто применяется. Да, то есть должным образом хорошенько растянутый лотосный трон. Можно сказать, широкий трон. Широкий, конечно, да. Наверное, я тоже. Конечно, я бы вот. Это мы пока на уровне совсем-совсем такой дословной передачи. Хорошо, и теперь давайте попытаемся это. И мы что еще забыли? Э-кода еще, да? Э-кода. Э-кода. Однажды. Однажды или некогда, да. Да. Ну и давайте теперь переведем это каким-то таким нормальным языком. Постараемся. Ну, однажды вот тот царский лебедь. Лебедь царь, может быть, да. Лебедь царь. Лебедь царь. Да. Счастливо пребывая на подобном лотосе широком троне. Да? Нет, нет, сейчас. Нет, сейчас. Это вы еще даете такое. Вы можете такой дословный все равно повторить этот дословный перевод, да? Да, для себя. Буквально, да. То есть однажды вот тот самый царский лебедь, царский лебедь, счастливо, можно сказать, восседая или пребывая на подобном лотосе. Я бы сказал удобно. 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 Да, это на обширном подобном лотосе троне находился окруженный, был в окружении, сейчас. Находился в окружении своей свиты. Да, как-то так примерно, да. Ну, это все, так сказать, еще все устно, поэтому все, когда мы это все пишем, нам надо как-то это осмыслить и по возможности дать более гладкий перевод. Он такой, как вспомогательный, вполне-вполне пойдет, да. Его надо много раз проговаривать. Некогда, некогда вот тот Раджа Хамса, удобно расположившись на широком лотосном троне, был окружен своей свитой. Можно вопрос, почему мы переводим как удобно расположившись? У нас же суп относится к ложу, то есть красиво. А, у меня пропущено, у меня по-другому, потому что у меня сувитрина, суварна, камала, там тиштхати у меня, а не осина. Сувитрина, камала, парьянки, сукасинога, а я не знаю, почему пропущено, у меня… У меня другой вариант, наверное, тогда все понятно, тогда нет вопросов. Да, какие-то еще вопросы? Все понятно, что перевод мы оттачиваем, то есть придаем ему литературную форму, ну, я бы сказал, уже скорее в письменной форме, да, так-то вот удобнее. А так, конечно, устно мы это можем проговаривать несколько раз. Чем больше мы это проговариваем с одной, с другой, с третьей стороны разные варианты, тем лучше у нас получится. Поэтому никогда, так сказать, не смущайтесь этого проговаривания, лишний раз всегда лучше проговаривать. Сеть топорков. Так, пожалуйста. Даже два вопроса. Да, два вопроса. Вот это С, это то самое С-мобили здесь? Или нет? Нет, он Стрых, корень Стрых, насколько я понимаю. То есть это отдельный, не Тррр, корень, а Стрых. Да, 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 нет, Тррр, это значит переправляться на ту сторону, а Стррр, это будет растягиваться. Стррр, это, проверьте, Стррр. Это какой-то пучок, наверное, все равно корень. Ачхаданы. Три ачхаданы. Ну, я, честно говоря, в эту самую Дхадупатку сейчас, конечно, не лез, я сейчас смотрю, и в Вербэндуарик я тоже сейчас не полез. Стррр. Ну, вот, в процессе, правильно? Ну, я смотрю просто, поскольку Монье его, к сожалению, он только в Монье есть онлайн там или в Вербэнд. Нет, там Апте Вейс тоже есть, трехтомные и старые, там все Апте есть. Там же есть Апте. Ну, надо пользоваться не старым трехтомником, а revised and enlarged edition. Есть только там трехтомник. Ну, да, 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 вот, к сожалению, revised and enlarged там нет. Ну, а что Апте говорит по этому поводу? Апте говорит, стриноте, to spread, strue, cover, spread. Да, 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 стриноте, да, не триноте, а стриноте. Да, да, да. Там ВИ и стрю. Там именно, именно, то есть это С относится не к ВИС, а ВИ. Да, оно непосредственно к дату, да, стринь, стринь, там идет анубандха стринь, а чхаданы. Да, ну, это бог с ними с анубандами, потому что большинство это не знает. Это все анубанды, конечно, это искусственные, так сказать, обычно после корня, но иногда и перед, и после корня, скажем так, буквы или звуки, если угодно, для, они имеют такое вот оперативное значение для в Паниневской системе, то есть что там куда прибавляется. Так. Извините, у меня был второй вопрос еще. Вот Тарас сам начал, видимо, в традиционной как-то методике предложение разбирать, даже не предложение, а вот это слово сувестировано, там, та-та-та-та-там. Да. А вот нельзя ли как-нибудь, может, просто в двух словах это, ну, то есть там мы идем слева направо, получается, да? Да-да-да, но это ровно то же, о чем мы… Чем сувестированном. Да, но это примерно то же самое, что происходит, когда мы анализируем, во-первых, мы переводим, пытаемся это осмыслить и перевести, скажем, на русский язык «багу-грихи», или, и вот как это принципиально отличается от той стратегии, которую использует, допустим, санскритский комментатор, да? Да, помните наш перевод этого самого льва, симха, который хатадвипа, да, который был хатадвипа, да? Вот мы говорим, что это лев, которым слон или слоны были хата, были убиты, да? А традиционный, как сказать, да, герменефт, или, если угодно, комментатор, он будет говорить, хатадвипа, ейна сага, хатадвипа, симха. Да, в данном случае, сувестирно, ну, было бы, наверное, я думаю, что комментатор как-то бы давал, ну, сувестирно, значит, парянка мужского рода, то есть, ну, что-нибудь типа сув, что ли, просто сувестирно. Такие вещи не всегда, прямо вот, не до самых мелких атомов, комментаторы обычно разбивают, сувестирно га, камадам и ва парянка га, тасмин, вот так, примерно, комментатор. Ну, я, как бы, вот, стопроцентно не ручаюсь, ну, как-то вот, примерно так. А вот, глупый вопрос, можно сразу? Ну, я просто, потому что, а почему мы предпочитаем учиться, как бы, ну, за время как во всех комментариях они идут с другой стороны, как бы, не лучше ли было бы учиться так же, как это и вот в комментариях, как бы, в реальной жизни, с чем придется столкнуться? Да, вопрос, вопрос, вопрос очень такой принципиальный, я думаю, что я сейчас удовлетворительно на него ответить не смогу, потому что он очень сложный. Я как раз вот сейчас читаю, ну, так, для себя монографию Ротбергена, где он переводит, разбирает, именно дает перевод комментарий к Кирата Арджунии, и он дает не просто перевод там некоторых первых, там, по-моему, пяти или шести песней из Кирата Арджунии, но он еще и дает весь перевод Малинатхи и всего инструментария комментатора, и он об этом говорит, да, и он приводит еще мнение каких-то именитых коллег, по-моему, Ван Дойте, наверное, кого-то еще, он говорит о том, что переводить комментарии, вот, это ужасно трудное занятие, я действительно могу сказать, что санскритские комментарии, ну, так переводить, чтобы это было не нагромождение отдельных слов, да, а действительно вот нечто осмысленное, что при некотором умственном усилии действительно можно понять и там не спотыкаясь на каждом шагу, потому что там, собственно, говорить надо, я бы уподобил бы перевод санскритского комментария крамопатхи привидийской рецитации, то есть вот там надо шаг вперед, два шага назад, немножко вперед, назад с конца и немножко, опять скакнуть сначала с конца и еще немножко скакнуть, надо постоянно скакать и вот из этого вот делать уже какой-то вот когерентный текст, текст, поскольку, поскольку комментарий представляет собой обычно, ну, скажем, одной, вот к одной шлуке, он представляет собой вот один очень-очень развернутый текст, развернутое предложение с множеством предаточных предложений, да, имеет ли смысл это всегда переводить именно в виде одном предложении, вообще имеет ли смысл переводить комментарии дословно, это очень сложно. Я не знаю, как на это ответить, хотя, конечно, меня давно много лет тренировали в переводе, в том числе, и комментариев. Но некоторые комментарии, я бы сказал, они с нашей точки зрения, они такие немножко, я бы даже сказал, какие-то странные, но, допустим, с парафразами. Корова, то есть жвачное животное. Вот какие-то такие вещи. Гора, то есть огромное нагромождение камней. Такие парафразы. Но иногда эти парафразы, они просто потрясающе очень нужны, потому что, допустим, какие-нибудь авторы Кави, авторы поэм сложных, они дают какую-нибудь очень редкую форму грамматическую, редкое слово, а комментаторы дают какую-нибудь простенькую форму, более широко известную. Поэтому в комментарии, конечно, имеет смысл всегда заглядывать, но надо уметь, в принципе, надо уметь его читать. Поэтому к вопросу Алексея, да, чтобы завершить этот ответ на вопрос, я думаю, что вначале это немножко контрпродуктивно, да. Вообще так немножко дал, конечно, это вот основы перевода, допустим, анализа Багуврии, но это вы видели, как это было сложно, да, на одном из наших прошлых занятий, ну или на нескольких из наших прошлых занятий. Да, это так требует такой вот основательной переформатировки сознания. С опытом он приходит, но опыт он довольно в течение не одного года набирается. Да, поэтому лучше всего вот пока так, когда вы чувствуете сами, что вот вы достаточно, ну как бы, нет, достаточной начинки быть не может в санскрите, она всегда недостаточная. Но когда вы чувствуете, что вы вот уже подначитались, уже вот вы понимаете, уже вот сходу понимаете, да, ну тогда можно и попытаться как-то по-другому, да. Но лучше пока я исхожу из того, что вот большинство из нас все-таки пока этого не умеют, пока еще настолько не начитаны, поэтому здесь надо шаг за шагом, вот так, как мы разбираем, медленно-медленно, да. Мы пока учимся, да, мы отрабатываем вот на этих очень простых примерах алгоритмы, как мы их назвали, да, алгоритмы синтаксического разбора. Не всегда имеет смысл так вот очень все подробно проговаривать, но мы отрабатываем вот эти вот алгоритмические шаги отдельные, да, этих алгоритмов, чтобы действительно в сложных случаях вот мы бы сумели ориентироваться. Хорошо, еще вопрос? Или все ясно пока? Следующее предложение, ну или следующий номер, скажем так, да. Алексей Топорков. Пусть возьмем следующее предложение. Да, Диргамуккоу-нама. Не забывайте, мы не можем просто Диргамуккоу-нама, да. Диргамуккоу-нама. Диргамуккоу-нама-бакага пранамьё-павиштага. Да, очень хорошо. Ну, значит, костяк. У нас получается, что Диргамукко-бакага это подлежащее, упавиштага будет сказуемое. Да, да, то есть вот давайте этот костяк или, да, переведем. Да, извините, что у нас еще есть? Что у нас помимо подлежащего сказуемого, есть еще элементы, которые мы отмечали в нашем алгоритме, как очень важные. Что здесь еще есть? То есть предложение... Ну, вот эти вот Деи-причастия? У нас есть Деи-причастия какое, первое? Агатья. Агатья и пранамья. Пранамья, да. У нас вот есть два абсолютива или Деи-причастия, если желаете. И, в общем, Диргамукко-нама-бакага подлежащее и упавиштага сказуемое. Так. Ну, да. Давайте. Бакага, да? Ну, значит, некий вот Бакага, я не знаю просто, кто это. А, Бакага кто знает? Ну, это... Журавль. Журавль или цапля, да? Бакасана. Да, да, да. Бакасана. Да, это... Бакага. Обычно цапля и журавль. Будем считать, что журавль, да? По имени, ну, как бы, Диргамукко, ну, либо так переведем, что долголицый какой-то, длиннолицый. Да. Насчет Диргамукко, вот что это такое? Да? Имя это понятно, да. Вы правильно переведите. А, в смысле, какое-то слово, это Кармадгара, я думаю. Диргамукко, мукхам, ясья. А, нет. Это не Кармадгарая, значит, да? Это Багаврихи, которые сделаны на основе Кармадгарая. Кармадгарая, как мы помните, как вы помните, да, если вы были, те из вас, которые были на нашем курсе по композитам, так называемые самадья декарана, да, Багаврихи, там, ну, 90% внутри них должны быть Кармадгары. То есть это, правильно, Алексей, вы сказали, это Диргам, мукхам, ясья, сага. Ясья, сага, да, сапакаха, да. Ирикам, мукхам, ясья, сага. Вот все понятно, да? Это, кажется, вот у Алексея Савенко были некоторые вот на одном из прошлых занятий. Вы теперь, Алексей, понимаете, как это? Было бы заблуждением сказать, что я как бы понимаю. У меня просто с местоимениями немножко есть некоторая нестыковка. А тут надо просто заучивать. Ну, простите, не к вам это относится, а просто вот тупо заучивать. Да, вот каждый просто тупо зазубривает. Разобрать Диргам, мукхам надо? Нет, нет, нет. Диргам, нет. Вы понимаете, как это устроено? Как устроено анализ Багуврии, ну, вот с точки зрения индийского комментатора. это Диргам, мукхам, долгое лицо, долгий лик, длинное лицо, тот, у которого он. Вот так. Ясьяса. Ясьяса, тот, у которого, да. Вот это пишется на санскрите, это именно так. Это действительно, чтобы вот это вот, уметь это сразу же, видеть это нужно, ну, какое-то время, да. Мы разбиваем, получается, Диргам, мукхам, ясьяса, бакаха. Да, вот так бы написал санскритский комментатор. Здесь очень простой Багуврии, да. Вот так вот. Ну, к этому надо привыкать, да. Хорошо, то есть это правильно Алексей сказал, да, по имени, ну, что-то типа Долголицей там или Долголицей. Ну, наверное, какой-нибудь длинноклевый-то, наверное, подразумевалось, если журавль. Ну, если вам угодно, это уже выбор переводчиков. В словаре есть вариант перевода The Big of a Bird. Ну, клюв. Мукхам, ну, можно, да. Долгоклевый, Долгоклев, да. Долгонос у Кудрявского. Долгонос, да. Журавль по имени Долгоклев, Долгонос, Долголицей, Долголицей, как угодно. Долгоносик. Долгоносик. Ну, мукика был бы какой-нибудь Долгоносик. Ну, хорошо. Дыргамука, да. Журавль по имени Долгонос. Уповиштага. Уповиштага. Но перед этим он сначала Кашчид Дэйшад Агатья. То есть он придя из некой страны. Да, всем понятно, Дэйшад облатив из страны, из какой страны? Кашчид Дэйшад. А, Кашчид Дэйшад, да, Некий Бакага, то есть Кашчид Бакага. Я сейчас... Нет, нет, подождите, дайте секундочку подумать. Кашчид Дэйшад, Кашчид Дэйшад Агатья. Нет, я думаю, что Кашчид Дэйшад, это здесь, опять же, опечатка с моей стороны. Это нужно вместе читать, то есть из некой страны. То есть Кашчид воспринимается как именно одно слово. Хотя, конечно, изначально это будет. Да, из некой страны. То есть Касмачид Дэйшад, если бы мы разделили, да. Касмачид, то есть Кашчид Дэйшад, это опять же нужно соединить в один композит. Кашчид Дэйшад. А у Кудрявского Куташчид. Куташчид тоже Дэйшад, да? Да. Да, это то же самое. Куташчид Дэйшад или Касмачид Дэйшад. Ну, а Кашчид Дэйшад, то есть это тогда композит. Это просто разные, немножечко разные версии. Я пользовался изданием Кали. Оно такое очень популярное. Действительно замечательное у него издание. Ну, возможно, они немножко разными рукописями пользовались. Да. Значит, Кашчид Дэйшад мы вместе. Да, из некой страны. Агатя. А почему здесь Агатя? Что такое? Почему здесь Я? А потому что осложнено префиксом. Поэтому тогда Дэйпричастие имеет другое окончание. Образуется другая. Обычно. Там есть парочка. Да, да, да. Есть парочка исключений. Но если либо Гатва, либо Агатя получается. Гатва, Агатя. Все ясно. Да, все. Все понимают. Так. Да, после того, как он пришел или придя пришел. Да, придя, он поклонившись пранамье. И поклонившись. Ну, что такое иногда поклонившись, я думаю. Да, поклонившись упавиштага. Так. А по-моему, это что это? Упавиштага. Ну, в смысле, что это пи-пи-пи, ктанта? Да. Да, это ктанта или пи-пи-пи. Упа. Упа и виш, да? И что это означает? Вошел, что ли? Как-то подошел. Было бы правиштага. Правиштага было. А упавиштага уселся. А, точно, точно, да. Это в разговорном санските очень часто. Самые частые выражения как раз в этом самом лоут. В императиве, в пассивном императиве. Правиштага, упавиштага, да. Это первое, что учишь на всяком курсе разговорного санскита обычно, да. Входите, пожалуйста, правиштага, упавиштага, садитесь, пожалуйста, да. Да, значит, он уселся. Да, татах. Ну, после того, тогда. Да, потом, тогда, после этого, да. Потом, придя из некой страны, или придя из некой страны. Журавль по имени Долгоносик. Да. Поклонившись, уселся. Уселся, поклонившись. Поклонившись, уселся, да. Да, придя или... Да, придя, после того, как он пришел. Да, здесь можно придя, или после того, как он пришел. Да, всем все ясно. Сорвам спаштам. Сорвам спаштам. Татага. Татага. Следующая. Девятая. Кто-нибудь. Кашчет. Кашчет, или качет. Качет коня. Марцис Юрьевич, бравите, но не слышно. Наташ, да, давай. Окей. Раджио-вача. Ну, это Раджио-вача. Царь сказал. Тим-динхам-ка-де-шан-тарар-а-га-то-си. Значит. Так, минуточку, стоп. Да, ага-то-си и до конца. Я добавил это ИТИ, чтобы у нас было для упражнения. В оригинале там ИТИ не стоит, но вот оно вполне могло бы стоять. Наверное, она, эта частица, да? Да. Раджио-вача, правильно вы сказали. Это значит. Царь сказал. Царь сказал. Увача, что это за форма? Увача, это перфект. Вача-вач. Да, перфект. Увача, как называется вот это? Почему не вавача, а увача? Как это называется? Это сампрасарана. Сампрасарана, отлично. Раджа, какая основа? Раджа, это окончание на Н. Основа на Н, да? А как будет царей? Много царей? Много царей. Раджнам. 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 Да. Очень хорошо. Так, значит, тут у нас полное предложение. Да, царь сказал. И вот у нас, да, прошу обратить внимание, у нас есть, ну, скажем, вот в этой форме, да, в данной, скажем так, это патхантера. Патхантера, да, некое специальное чтение. Заканчивается и ты, да, и всегда, то есть не всегда ясно, ну, в данном случае совершенно все ясно и однозначно, но не всегда бывает ясно в сложных текстах. Мы видим окончание и ты, да, то есть и ты – это маркер конца, ну, либо прямой речи, либо перечисления, да, либо некой, неких мыслей, да. Ну, где же начало? Ну, здесь очевидно, что начало диргамукха и так далее. Диргамукха дешантерад агату аси. То есть аси – это у нас глагол ас, второе лицо, единственное число. Диргамукха, по-моему, это вокатив в данном случае, то есть это обращение. Да, это вокатив, да, всем понятно, да. А почему вы так поняли? Потому что здесь нет, как бы здесь окончания без висорги, просто оканчивается. Да, 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 совершенно верно. Диргамукха – это у нас облатив, сингулярис, и агату – это агатас, то есть пришедший. То есть фактически… Подлежащее сказуемое. Давайте теперь вот посмотрим, где здесь подлежащее. Сказуемое – аси, это агату аси даже. Не просто аси, а, скорее всего, агату аси – пришедший есть. И диргамукха – это… Что это такое, агату аси? Агату аси – это слово сложное сказуемое. Сказуемое, да, совершенно верно. Ну так, а кто здесь будет, где здесь будет подлежащее? Подлежащее диргамукха. Нет. Нет? Всем понятно, почему нет. А, нет, правильно, нет, это же обращение. Это обращение, да? Это обращение, потому… Ну, то есть, условно говоря, что здесь будет подлежащее? То есть твам, да? Твам, да, ты прошу. Твам агату, да? То есть ты, дословно, ты являешься пришедшим. Поэтому аси здесь является какого рода глаголом? Это вспомогательный глагол, агату. Да, вспомогательный глагол, да, не самостоятельный глагол существования. Помните, это принципиальное разделение, да, глагол существования и самостоятельный, и вспомогательный глагол. Здесь просто вот типа там ты еси, да, ты пришед еси. Длиннонос, ты из другой страны пришел. О длинноносе, о долгоклюве, ты пришед еси из иной страны, да? Вот как-то так. Да. Теперь, да, вот это вот дэйшантарат. Так вот, что это такое? Дэйшантарат, дэйшантарат, агату аси. Это у нас в данном случае от того места, из которого ты пришел. То есть действительно у нас исходит от сюда. То есть, скорее всего, это Агадана, да? А, ну да, вы хотели это с точки зрения, да, это действительно так. Но с точки зрения, вот как будет номинатив от дэйшантарат? Дэйшантарат. Дэйшантарат, наверное, потому что это сложное слово, значит, оно должно быть скорее всего. Так, дэйшантарат. Так, какое, значит, окончание дэйшантарат. Какого рода композит это дэйшантарат? Дэйша и антарат. Да, то есть у нас другой и, скорее, дэйшантарат. Другой вообще антарат, да? Да, существительное и антарат, это вообще-то местоимение. Ну, посчитаем, что два, это... Антарат, это пура паравара, дакшна уттара парадхарани, вела стояма, санчни. Местоименное прилагательное, да? Называется это самое местоименное прилагательное. Но дело не в этом. Какой, каким композитом, к какой категории вы это отнесете? Вопрос очень на засыпку. Вопрос очень на засыпку. Думаю, что кармадхара, потому что у меня... Нет, нет, нет. Нет. Да, так вот похоже. На самом деле, это такое нерегулярное, нерегулярное такпуруша. Я не уверен, это не совсем то, что категория майора Бьянгсака. Если вы хотите узнать об этом... Значит, сейчас я покажу это вот. Ну, собственно, книжку вы это узнаете. В этом композите есть даже вот... Сколастик санский, да, Герри Таба. Есть про нерегулярное... Там надо посмотреть irregular compounds, irregular татпурушас, которые используются в что-то типа ideomatic, идиоматические. Давайте мы просто запомним, запишем, что это... В общем, это идиоматическая татпуруша. Это можно здесь найти. В любом случае, вот если у вас эта книжка есть, она, по крайней мере, в электронном виде хорошо, чтобы у вас была. Она легко, ее можно скачать в сети. По сети она где-то везде болтается. Очень полезная книжка. Но она немножко такая сложная, да, не совсем для начинающих. Во всяком случае, это такая особая, особая вид татпуруша. Да, дэйшантерат агатусим. Вартам катхайэйти. Вартам катхайя. Катхайя – это у нас императив, второе лицо, единственное число. Потому что здесь вообще никакого окончания нету, да, то есть расскажи катхайя. И вартам – это известие, новость. Происходит от глагола варт – происходить. То есть фактически происшествие. Расскажи о происшествиях. Да, расскажи, да, расскажи новости. Ну, то есть идиоматически можно было бы перевести в «что нового». Расскажи новость совсем дословно. Или скажи о новости, или скажи о новом. Расскажи о происшествии. Ну, да, катхайя и ти. Только одна маленькая поправка. Конечно, оно не без окончания, да. Ее можно так условно назвать нулевое окончание. Нулевым окончанием. Поскольку мы его не видим, потому что то, что это называется лопа, оно не значит, что вот лопа – это обычно переводят как зияние. Это то, что… А дальше нам лопа. Есть такая паниневская сутра. Значит, лопа – это то, что мы не видим. Но оно на самом деле на некоем глубинном уровне, вот в грамматике оно существует. И оно очень важно, это лопа. То есть нулевое окончание. Так, значит, царь сказал о долгоносе, ты пришел из иной страны, расскажи же новости. Можно, я думаю, что можно, да, расскажи новости. Или поведай, поведай, что нового. Ну вот уже в литературном переводе мы, конечно, можем как-то вот, смотря в каком стиле, да, в архаичном или совсем в каком-то суперсовременном. Да, мы пишем. Неважно. Хорошо. Какие-то вопросы по этому, по номеру 9 нету. Тогда следующее, кратенький. Ольга Лихварь, вы же не выступали еще ни по какому поводу? Я выступала уже. Давайте сейчас грустенько, совсем. Давайте попробуйте, Ольга. Давайте, я подскажу, если какой-то. Здесь не сложно, давайте. Са брут дева асти махати вартетти. Са брут дева асти махати вартетти. Са брут дева асти махати вартетти. Са, наверное, от таксаха, да? Да. Он сказал. Только не сказал, а. Сейчас забыл, сейчас. Что за форма брутэ? Отбру. Отбру, да? Что это? Какое время? Брул-те. Прошлый день. Нет, нет, нет. Это настоящее время. Это настоящее время. Брул-те. Это в единственном числе. А не помните, как будет множественное число? А вопрос, кстати, ко всем. Потому что вопрос немножко на засыпку. Если сабрул-те он говорит, то как будет они говорят? Те, если... Вот давайте. Брул-те. Брул-те. Ах, все-таки нашли. Все правильно. Те и брул-те. Обратите внимание, что у глаголов этого класса там n во множественном числе не появляется. Брул-те и брул-те. Он говорит. И дальше у нас что есть? У нас все это заканчивается. Что такое вар-те-те? Как вы, Ольга, как вы это разделите? Ну, это не одно слово, а оно и-те, наверное, да? Да. То есть... Варт. Вар, как и-е. И на что можно и-р сделать? Если там и-те, то... И плюс вар-та. Вар-та, да. Долгий а. Долгий а. Долгий звук. Долгий звук. Долгий а. Вар-та и ты. Махати вар-та и ты. Са-брул-те, са-брул-те, дева, а стима-га-ти-ва-та и ты. Так. Значит, то есть, по сути дела, у нас здесь два предложения. Да? Два простых предложения. Са-брул-те. Он говорит. Возьмут предложение. Очень простое. И второе. Дева. А стима-га-ти-ва-та и ты. То есть, это прямая речь. Давайте искать подлежащее, сказуемое по нашей обычной схеме. Ну, асти, наверное, вот это. А, асти – это что это такое? Как раз сказуемое. Сказуемое. Это, скажем, начнем с того, что это фенитный глагол. Да. В какой форме? Настоящее. Настоящее время от корня. Аст. Очень хорошо. Аст – значит, просто вот есть, имеет место, существует. Все понятно. Дева. То есть, бог. Дева. А. Дева. В какой форме это слово? Дева написано. А. Это может быть… О, боги. Нет, нет. Было бы Дева. А у нас Дева. Смотрите. Это какой, скажем так, какой падеж? Именительный падеж. Не знаю. Если бы это был именительный падеж, то было бы Дева Асти. И как бы тогда это превратилось бы? Превратилось бы в Дева Асти. Да. 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 Ну, Аваграха там мы ее обозначаем обычно с помощью такой апострофы, да? Дева Асти. Да. Так. А у нас Дева. И при этом не… Дева не слилась с Асти. Что же это такое за Дева? Что это за форма? Просто форма знания. Расклицательность? Ну, обращение, да. Обращение. Вы имеете в виду обращение. Совершенно верно. Форма обращения. А почему она не слилась с Асти? Почему не Дева Асти? Ну, как вариант. А, по-моему, это по Панине такое есть какое-то правило, что вот вакативы и формы, то есть того числа на И, долгую, и У, они не сливаются. А, нет. Вакативы. Это только частицы. Это называется «ИДУ ДЕДЬ ДВИ ВАЧАНАМ ПРАГРИХЯМ». Это «ПРАГРИХЯ» называется. И у «Э» в двойственном числе «ДВИ ВАЧАНАМ» называется «ПРАГРИХЯ». То есть они не сливаются. И «АДАСОМАТ ШЕ ОТ НИПАТА ЭЙКАЧАНАМ» АДЯНТАВА ДЕЙКАСМЕНЬ. А дальше «ТРАПТАММП» тоже другое. То есть это целый ряд частиц. Нет. Просто смысл. В шлоках вполне вакатив на «А» он может вполне слиться, так сказать, вступить, как это называется, «ПРАШЛИШТА САНДИ». «ПРАШЛИШТА САНДИ» с кратким «А» и в шлоках это совершенно нормально. Но в прозе имеет смысл форму вакативе не сантировать. Почему? Потому что санди – это чисто фонетическое явление. «ДЕВА АСТИМАГАТИВА АРТА» Он говорит «ДЕВА» или даже плуты здесь «ДЕВА АСТИМАГАТИВА АРТА». То есть всегда делается пауза некоторая. «ДЕВА АСТИМАГАТИВА АРТА». И, по сути дела, вакатив, обращение, оно не образует, так сказать, вот эту синтаксическую структуру. Мы можем здесь хоть «ДЕВА», хоть «РАКШАСА», кого угодно подставить. Но что здесь значит «ДЕВА»? В данном случае «ДЕВА» значит не «Бог», а что еще может обозначать «ДЕВА», Ольга, не помните? То же, что «АРЬЯ», такое обращение. Это просто обращение типа «Господин», да? «О Господин». «О Господин». «АСТИМАГАТИВА АРТА». И вот у нас, собственно, вы сказали «АСТИ» существует. «ИМАГАТИВА АРТА». Это «АМАХАТИ», вот это не глагол «МАХАТИ». Нет, у нас начнем с того, что такое «ВАРТА». Что такое «ВАРТА», мы уже говорили. А, что такое «ВАРТА»? Вопрос. От «ВАРТА» вертеться? Ну, в принципе, да. От «ВАРТА» вертеться. Что постоянно вертится у нас в телевизоре, везде в интернете? Что-то большое, великое. Нет, небольшое. Оно сделало его, их завертели, поэтому они стали вертеться и сделались такие большие. Что у нас? А, известно. Ну, известно, что «ВАРТА» вертятся и хотят всем сделаться известным. Новости, да? А, новости. Да, да, новости. Не значит, что они большие, да? Что там что-то Меган Маркл опять чихнула, и вот огромная новость. Теперь все это обсуждаем две недели, да? Да. Вот она вертится, 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 и журналисты это вертят. Да, вот поэтому «ВАРТА» очень, мне кажется, очень хорошо можно запомнить. Это то, что вертится. И у всех на языке вертится, да? Это новость. Да. «ВАРТА» какого рода? «ВАРТА» – долгий «а». Да? «ВАРТА» – женский род на долгий «а». И что такое «Махатти»? «Маган Махатти»? «Махаттяга». Вот «Махатти», вот я у Кочергина и смотрю, а что? А, ну, лучше, нет, лучшее время не терять, да. Если сходу «Махатти» – это же, ну, кто-нибудь, может, подмаватый джей. «Махатти» – большая новость. Большая, великая новость, да. Великая новость. Великая новость, великая новость, да, есть, существует, имеет место. Прошу обратить внимание на порядок слов. «Астти Махатти ваарта», то есть вот немаркированный обычный порядок слов был бы «Махатти ваарта асти». Да, великая новость есть, то есть имеется великая, огромная новость. Да, здесь «Астти Махатти ваарта». Ну, довольно сложно, конечно, передать, но это вот именно такой момент передачи вот этого вот эмфазы. Великая новость, можно есть, можно вообще, так сказать, за скобки поставить. Тема. Как? Тема. Ну, задается, то есть… Да, 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 да. Сабруте, он говорит. О, господин, у меня новость, ну, что это там такое, да, великая новость. Есть великая новость, имеется великая новость, можно так перевести, да. А скажите, как у мегагола «Астти», кто-нибудь другой, какой-нибудь другой глагол, может так себя вести, чтобы вот так вылезти вперед в начало предложения? Любой глагол. Любой может так вылезти вперед на первое место? Гаваты махаты варта. Вартаты махаты варта. Тогда это будет даже опять вроде этимологическая фигура. Ну, это все быть, а вот какой-то другой там кушать вперед может вылезти? А, кхадаты рамага. Да, можно, да? Да, конечно, да. Ну, это вот будет тогда уже некий маркированный порядок слов, то есть то, что мы называем инверсией, да. Да, обычно это вот в разговорной речи это сплошь и рядом. Да, хорошо, с этими маленькими двумя предложениями все ясно, да. Ити закрывает эту прямую речь, да. Соборка закрывается и в конце закрывается. Ну, и вполне можем еще. Алексей. Одиннадцатый. Я прошу прощения, небольшой вопрос. Поясните, пожалуйста, а вот маркированный, немаркированный порядок слов для медленных, это что такое? А как он маркированный? Ну, скажем так, ну, может быть, немаркированный, то есть нормальный, обычный такой вот, который как-то особо, скажем так, ожидаемый, да, совершенно эмоционально ровный. Да, но я сейчас так в каком-то таком, в бытовом смысле это пересказываю. Маркированное это вот, где какие-то, где явно какая-то вот инверсия, явно что-то вот обычное, ожидаемый нормальный порядок, он чем-то нарушен, но обычно нарушается инверсия, либо бывают так называемые анаколуфы. Да, анаколуф что такое? Это вообще полное нарушение, да, они, анаколуфы характерны, да, для характера, анаколуфы потом бывают разные вещи, как, например, дипока, это называется в риторике, а покойну, да, покойну, в синтаксисе опокойну. Вы сплошные, видите, греческие, дальнегреческие выражения, да, ну, допустим, вот, что такое, да, он, там некто там, не знаю, там рама побежал в лес, рама побежал в лес, рама побежал в лес и схватил, схватился, и тут рама побежал в лес, и тут вышло, нет, мне сейчас не приходит в голову, это какое-то вот именно резкое нарушение повествования. Это может быть с точки зрения, это может быть с точки зрения поэтики даже вполне риторическим приемом, но чаще всего это ошибки речи, которых очень много в разговорной речи встречается. Какие-то перерывы, сбои, начал о чем-то говорить, потом прервался, мысль прервалась и потекла по совершенно, по другому руслу, порождая совершенно иную конструкцию, да. Вот это называется анакулуф. Прочитайте, это должно быть, вот наберите в гугле анакулуф, там какую-нибудь статечку наверняка найдете. Как анакулуф? Анакулуф, да, анакулуф, анакулут, да, анакулуф, анакулуф. Сбой синтаксической конструкции, ну так я так примерно говорю, да. Нарушение синтаксической конструкции. Да, или инверсия. Инверсия, как правило, это некое подчеркивание чего-то, да. Да, асти, да, асти махатива арта. Вот махатива арта, асти, это как бы так вот совершенно нейтрально. Асти, есть, есть, да. Он спрашивает, что нового, да, что нового. Есть, есть, великая новость. Вот так как-то можно, да. Но если мы говорим, есть великая новость, да. Устно это можно с помощью интонации показать, то письменно. Есть великая новость, есть. Есть великая новость, есть. Как-то, не знаю, как-то выделить каким-то шрифтом, я не знаю. Как-то об этом надо думать Я думаю, здесь в данном случае Это настолько незначительное Предложение, что С одной стороны Мы можем об этом Слишком чрезмерно голову не забивать С другой стороны О таких вещах хорошо подумать Потому что при переводе действительно Изящного художественного текста Такие нюансы могут быть очень важными Такие, как она калуж Или в данном случае инверсия Хорошо Давайте 11 Еще можем успеть Так Кто? Ак-я-ту-ка-ма-эва С отваром ага-то-хам Шру-я-там Ага-то-хам Шру-я-там Ага-то-хам Шру-я-там Так Значит, начнем, наверное, с глагола Тут у нас есть причастие Прошедшего времени Ага-то-с Да Ну, строго говоря, да Вы немножко себе противоречите Да Начнем со сказуемого Ага-тага Ага-тага – это не глагол Сказуемого Ага-тага – это буквально Вернувшийся Тут, наверное, будет означать Вернулся я Аха-тага Да, ну вот вам, пожалуйста, уже и подлежащее Я вернулся Да Опять же, порядок слов маркированный Но об этом мы будем говорить уже в самом конце Это, когда мы уже стараемся дать нормальный, хороший перевод Да Я вернулся Ага-тага 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 Так И дальше у нас есть еще нечто в номинативе А номинатив – это может быть либо знаком подлежащего Либо это что еще может быть, кроме подлежащего? Какое-то имя в номинативе Предикатив? Предикатив, да Да, может быть, предикатив И здесь в номинативе у нас Акья-тукама 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 А почему, кстати, здесь нету висарги, Анатолий? Куда делась висарга? Ну вот я вообще с этим Кья-тукама не могу разобраться, честно Ну начнем с того, с чем вы можете разобраться Куда делась висарга? Ответьте на этот вопрос, постарайтесь Акья-тукама Ну вот Нечто Некое-некое слово, некое имя существует Это сложное слово, наверное Да Да, я даже немножко Ну да, да Это сложное слово Но Да Ну Про висаргу Да, она исчезла перед Эйвом Да Это все ясно Акья-тукама Ну да 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 Значит, что мы теперь будем делать с Акья-тукама? Есть у какого-то, у кого-нибудь из вас какая-то, какая-либо идея, что это такое? Вообще Акья-то это может быть инфинитив Да Да, это почти что инфинитив А инфинитив будет что? Тум-анта Акья-тум Да, Акья-тум Да, это желание как бы рассказать Императив Императив Нет-нет-нет То есть Акья-тукама Как бы вы это перевели, Наталья? Ну, то есть желающие, желающие рассказать, желание рассказать Нет, это именно желающие, тот, у кого есть желание рассказать, да, Акья-тукама Да, по сути дела, да, его можно заменить конструкцией Акья-тум Допустим, Акья-тум-идчан Да, желающие рассказать Акья-тум-идчан Либо 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 Дезитеративом Акья-ти Чик-я 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 Ішу Чик-я Чик-я Я бы сказал Чик-я Я бы сказал Чик-я Я прошу прощения, а там оно с краткой «а» или все-таки там может быть долгая должна быть? Ак-я-ту, а-к-я-ту, а-к-я-ту, к-а-ма. Где долгая «а» должна быть? Я имею в виду, вот смотрите, желающий рассказать «что». Я так полагаю, что там именно должно быть с долгой, потому что вот вар там. Там вар там, а-к-я-ту, к-а-ма. Вопрос, конечно, интересный, не обязательно. Нет, это может быть это просто, да, то, о чем говорилось. В принципе, может быть, конечно, и вар там. Я не знаю, можно заглянуть. У Кудрявского долгая «а» стоит. У Кудрявского долгая. Здесь либо, опять у меня был, это самое просто вкалос, либо отпечатка, либо там. Логично, конечно, здесь, конечно, лектио «фацилиор», более легкое, более понятное чтение, там. Давайте будем, давайте я сейчас не буду терять последние пару минут, будем считать, что там долгий «а». Да-да, ну просто я посмотрю у Кали, там либо плохо пропечаталось, либо я просто опечатался. Так, теоретически, вот, рассказать об этом, о чем-то, вот о чем говорилось, могло бы быть. Ну, логичнее, что там, то есть о ней. Так, там, а-к-я-ту, к-а-ма, э-ва. Так, сатварам, ага-тохам. То есть, это рассказать желающие, именно это рассказать. Желающие рассказать там, там, то есть, о чем только что говорилось в женском роде, там-вар-там, об этой новости. О ней, желающие о ней рассказать. О ней желающие рассказать, ну, как бы тут идет эва, да, но, наверное, именно о ней желающие рассказать. Желающие рассказать же, нет, именно о ней было там эва было бы. Вот эва, оно всегда должно примыкать к тому, что оно непосредственно подчеркивает. Там эва а-к-я-ту-ка-ма, сатварам а-га-тохам. Да, было бы. Поэтому эва, я бы сказал, да, желающие рассказать о ней же, то, здесь как-то на русский трудно передать. О ней желающие рассказать же, поспешно сатварам вернулся я. Да, ну, вот вы дали классический такой дословный перевод, да, слово за словом. Что такое а-к-я-ту-ка-ма с точки зрения синтаксического анализа? Синтаксис, да, что здесь синтаксический а-к-я-ту-ка-ма? Редикатив. Редикатив, да. А по-моему, я буду сказать, что эва, оно относится, поскольку как-я-ту-ка-ма, значит, что вот я очень сильно хотел рассказать. Ну, это не эва, это что-то вроде просто русского, это очень легкое. И когда эва не обозначает только лишь, да, а вот просто как некую эмфазу, это вроде русского то. Ну, я-то пришел, я-то вот он я, вот он я-то, да, вот это вот то такое разговорное. С моей точки зрения, это вот наиболее близко передает. Или же, да. То есть, это просто такая легкая эмфаза, такой легкий фокус. Если бы там эва, именно это желая рассказать, тогда бы было, да, тогда бы было именно об этой новости желая рассказать. Да, а-к-я-ту-ка-ма, да, то есть, видите, какая здесь инверсия, да, ожидаемый такой вот обычный такой порядок слов был бы а-гам, а-к-я-ту-ка-ма, а-г-та-ха, да. Вот это было бы совершенно так вот нейтрально, неинтересно, я бы сказал, пресно и скучно. А это инверсия характерна для разговорной речи, они же действительно там беседуют, там эти птички, там и прочие существа, да. Да, о ней желая рассказать, я с отваром, да, с отваром, как вы перевели? Поспешно. Да, я быстренько, да, я быстро пришел или вернулся. Вернулся. Пришел, да, скорее я бы сказал пришел, потому что вернулся было бы сама агата, скорее так. Так, и теперь шруя там. Шруя там, это у нас пассив в императиве. Так, это, да, это императив, пассивный императив какого? Третье лицо, единственное число. Третье лицо, единственное число. Что это значит? Мы уже говорили. Что это значит? Какую стилистическую особенность несет этот пассивный императив? Это вежливое, очень вежливое вопрос. Слушайте, пожалуйста. Как-то так можно. Ну да, слушайте, пожалуйста. Ну, пожалуйста, это просто попытка передать этот момент вежливости. Итак, да, желая рассказать о ней... Желающий рассказать о ней. Желающий, да. Но желающий, вот обратите внимание, желающий. Я пришел, желающий рассказать о ней, об этой новости. Как вам по-русски? Странно, да, немножко звучит. Я пришел к вам, желающий рассказать о ней. Поэтому причастие очень в франскрите нередко имеет смысл переводить, я бы сказал, деприч. Депричастный аппарат. Желая рассказать о ней, я и пришел к вам. Слушайте же, пожалуйста. Прошу вас, слушайте. Жру я там. Хорошо, на этом мы тогда на сегодня закончим. Прошу вас, да, еще раз обратить внимание вот на мой подробный, достаточно, скажем так, подробный разбор строфы из ГИДы 2.7. Вторая глава, седьмая швока. Там, так сказать, ну, так как примерно в идеале этот разбор, если делать его действительно очень подробно должен быть. Ну и какие-нибудь вот еще вопросы невыясненные остались. Владимир, прошу вас. Я просто первый раз встречаюсь с такой формой, когда из Тума выкидывают МЭ. Я там, ну, в смысле это с целью Самасы, я понимаю, да. Это, да, я не знаю, насколько это... Дело в том, что я помню объяснение своего учителя, Хлодвига профессора Вербы. Он говорил, ну, я сам это вот более подробно не исследовал. Он говорил, что у Панини, в Паниневское время вроде бы этой еще аналитической такой формы не было. Да, то есть были только дезодоративы. Поэтому, и вот я сейчас, я не уверен. То есть мне это... Это какое-то исключение или это правильно? Нет, это очень-очень-очень продуктивно. Часто бывает, да? Очень часто встречается, да, да, да. Но это уже такое несколько... Я бы сказал, это постпаниниевское такое развитие Самасы, насколько вот я знаю. Но я не исследовал и исследований не читал на эту тему. Я просто вот помню, что... И тогда еще вопрос о Кама. Это же вроде как, ну, существительное. Ну да, тот, у которого... Ну, по сути дела, это... То есть это Баховрихи? Ну, квази такая, да, форма такая, что-то между Баховрией и... То, чье желание... Ну, это конструкция, да. Но она, вот эта конструкция, она не вписывается в эту паниниевскую схему композитов. Желание сказать, да, потому что Акьятум, это всегда... Это берется инфинитив вот этот классический на Тум, Туманта, да. Вы знаете, в ведийском языке есть где-то, по-моему, как минимум семи разных инфинитивов. То есть, по сути дела, инфинитивы из всех разных падежей, да, и они могут... Допустим, я желаю прийти, да, вот как можно... Сейчас пример, да. Как делать? То есть, на самом деле, такая вот очень простая форма. Ну, конечно, ну, вместо Агантукама, как можно было бы. Аджигами шугу. Аджигами шугу, да. Желающий прийти, но это вот с дезодоративом, да. Ну, здесь будет немножко сложнее, да. Са-Аджигами шуи, да. А-А-А-И или Аджигами шугу. Что-то я сейчас мне облакал, не могу сообразить. Джигами шу, дигами шава, во множественном числе будет, да. Джигами шугу, дигами шугу, дигами шугу, дигами шугу, наверное, да. Вот я сейчас немножко, да, вот у меня подловили сейчас. Я сам сейчас не уверен, надо будет это дело посмотреть. Довольно редко они попадаются, но попадаются. То есть, существительно образованные от основы дезодоратива. Дезодоратива, да. Так, еще вопросы. Алексей, вы что-то хотели вроде бы, да? Да, я не успел. Маленькое уточнение по одиннадцатому предложению. Я не очень понял, вот с отвора мы отнесли к Агатах или Ак-Я-Ту-Камах. То есть, это быстро пришедший или желающий бы поспешно рассказать? Нет, нет, я желающий поспешно. Он пришел, да, да, да. Он Агатаха, каким образом он Агатаха? Сатвара, быстро, да. Это просто наречие сатвара, значит, быстро, поспешно, да. А ног пришедший, да, относится? Да, я бы, да, 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 да. Спасибо. Да, иначе было бы там Шиграма К'Я-Ту-Кама. Там, ну, да, тут трудно сказать, как бы тут было, если бы это К'Я-Ту-Кама. Здесь явно, вот он быстренько, поспешно сюда пришел, желая это рассказывать. Еще вопросы перед заключительной штукой? Я надеюсь, никто не считает, что предложения слишком простые. Среди вас же нет таких? У меня нет, мы можем взять что-нибудь. Нет, нет, просто изначально были жалобы, что мы такие простые, как бы, тексты. Я уточняю, выжившие согласно с тем, что их устраивает степень сложности разбираемого текста, они не испытывают чувство неудовлетворения от непроявления своих синтаксических возможностей. Или от того, что председатель считает идиотами своих студентов и дает такие уж совсем примитивные тексты. Было слишком сложно, они сбежали уже потом. По-моему, да, в смысле, которым было слишком просто, да. Да, им было скучно. По мне, вот ровно то, что надо, медленно и печально, медленно и печально. Вы знаете, сейчас такое есть модное выражение, которое вообще из Ницше, из Утренней Зари, о том, что филология – это медленное чтение. Мы как раз занимаемся, а с легкой руки Топорова вот пошла эта драма Шудраки «Глиняная повозка» под заголовок «Приглашение к медленному чтению». Я сейчас смотрю семинары какие-то по медленному чтению. Мне так это удивительно, потому что, ну, в принципе, любое филологическое чтение является по определению медленным, очень подробным. Да, я боюсь, что я разучился, на самом деле, какие-нибудь романы тоже читать, потому что я вот начинаю, если там, допустим, ну, на каких-нибудь там языках, скажем, иных языках, нежели мои родные, читаю, я там думаю, как вот здесь перевести, а это что за… Это профдеформация, это называется. Это профдеформация, совершенно верно. Совершенно верно, профдеформация, да. Да, поэтому усложнить мы всегда можем, да. Ну, я думаю, вот этот вот комплекс мы проведем, еще два занятия, вот, мы почитаем из хитопа Дейша, дальше посмотрим, да. А дальше посмотрим, сколько нас. Если наберется достаточное количество желающих, если… Я думаю, что надо продолжать, потому что в том же духе, с тем же, с той захитопа… Мое мнение, в смысле, я не единственное, мнение не единственное, просто вот мое понимание, что надо продолжать. Мы можем это… Все эти вещи потом, когда, если я, например, увижу, что все это с ходу, с лету понимают, то мы какие-то вот мелочи можем опустить, да, мы… Да, 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 именно, ну, как бы… Каждый раз проговаривать… Я хочу, чтобы все проговорили, все, чтобы не было тех, кто вот просто слушают. Нет, слушать тоже хорошо. Хорошо, шраванам – это первый, так сказать, путь к постижению, но там нужно самбхашинам тоже, да, самому говорить. Шраванам, самбхашинам и что там еще? А, нет, сначала шраванам, потом партханам, да, второе читать, третье – самбхашинам, третье и четвертый путь – лейкханам, да, это уже писать, да. Да, это чинтама и праджня тоже должно быть, да. Ну, хорошо. То есть я предлагаю, пока каждый, даже те, кто сейчас заочно будут смотреть, пока каждый не выскажется, с хита подальше не сходить. Ну, во всяком случае, следующие два раза, я думаю, имеет смысл просто это все продолжать. Чтение, а какие-нибудь нюансы теории, ну, еще придумаем что-нибудь. Поэтому будем сдерживать Татьяну с Кавьей, как можем. Кто-то, есть здесь желание… А, ну, понятно, да, да, желание почитать Кавью. Ну, да. Нет, мне и так нравится Кавьюнский. Санскритская литература, она абсолютно бездомная, и имейте в виду, что вот такой, допустим, курс такого рода, ну, вот у нас он семестр, допустим, длится, да, потом что-нибудь другое, потом что-нибудь еще другое. То есть, так это рассчитано на довольно много лет, да. Да, ну, я так это размахнулся, конечно, но будет зависеть от желания и, в общем-то, от ваших тоже пожеланий, если какие-то специальные есть, если я их могу выполнить, да. Если вы скажете там читать какие-нибудь, ну, тексты по джоте шаста, то, наверное, я скажу, что я просто сам ничего по джоте практически так вот не читал, но вот, а по философии… Субтитры сделал DimaTorzok